Женечка, вот ты, кстати, довольно долго отсутствовал. Ты не боялся оставлять Яну здесь одну? Она в надёжных руках. Проверим. Я ему доверяю. Вопрос Николая Цискоридзе. Расскажи нам о хореографической составляющей просмотренного номера. Как профессионал. А у него очки запотели. На них дышал Басков всё время. А ты знаешь, я вот думаю, хотя бы один мой вопрос останется без прелюдий, Николая? Нет, никогда. Он не может, чтобы не ответить тебе. Вы помните, что Николай Басков до нашей программы ведёт субботний вечер? Вот он как вёл, так и остановиться не может. Я не могу. У меня ещё есть субботник. Остановиться ему помогут только новые русские бабки. Они его ждут на выходе. Пожалуйста, Николай Цискоридзе. Я когда сегодня увидел в жюри Женю, я даже обрадовался, потому что я подумал, что это придаст Яне уверенности. Я думал, меня. Но, как-то, Яночка, почему-то вы растерялись с самого выхода. Что-то вас сбило. Очень обидно. Потому что вы показали уже такое удачное катание, когда исполняли Мерлин Монро. Вы очень уверенно стояли на коньках, очень уверенно двигались, доверяли партнёру. Что-то вам было сейчас очень как-то не по себе, и вы всё время хотели даже сделать всё время не ту поддержку. Вы всё время не туда подавали Руслану руку. Он всё время вас вылавливал. А может, это ход такой был? Это было очень жалко. Ян, ты будешь что-то отвечать? Нет? Я на сегодня не разговариваю. И с вами, Николай, вообще. Не правда. Я согласна совершенно. Просто мне было очень сегодня тяжело кататься. У меня была серьёзная очень травма, и Игорь знает, это было на его глазах. Поэтому мне просто очень хотелось откатать этот номер сегодня хорошо, но не знаю. Ну, тогда я думаю, что надо дать... Я буду, я плакать всё равно. Яночка, не переживай. Не переживай. Я просто хочу вам пожелать, что вы очень следили, потому что вы в жизни очень естественный, очень симпатичный человек. Вот вы должны, когда отпускает Руслан от вас руки, вот эта грация, она должна остаться. Возьмите меня на поруки. С удовольствием. Женя нахмурился после того, как Яна попросил Николай Цискрица взять её на поруки. Давайте дадим слово Игорю Бобрину. Я хочу подтвердить слово Яны. Действительно, у неё серьёзная достаточность травма была. Но такой уже ажиотаж в проекте, что я не знаю ни одного участника, который бы не получил какой-либо травмы. Я, слава Богу. И на это бы... Ну, я имею в виду тот, кто на льду. Борьба идёт очень упорная, очень напряжённая. Мне показалось, Яна, что, может быть, если бы мы больше на тренировках улыбались, то этой бы ошибки здесь не было. Спасибо, Игорь. Я хочу спросить у вашего тёзки. Игорь, скажи, пожалуйста, а ты на коньках-то стоишь вообще? Нет. А не захотелось? Да я бы инвалидом стал. Елена Анатольевна, расскажите нам, пожалуйста, ваши впечатления об увиденном. Я не могу понять одной вещи. Вы такой сильный, такой уверенный в себе человек. Как только вы выходите вот сюда перед нами, с вами что-то происходит, Яночка. Вы почему-то, потупив взор, смотрите в лёд, не улыбаетесь. Спасибо вам большое за поддержку. Дело в том, что я бы хотел ещё добавить, что падение у Яны сегодня было буквально накануне этих соревнований. Поэтому оно немножко заставляет думать об этих вот разбитых коленях, разбитых ногах. Поэтому я бы хотел, чтобы ещё зал нас немножко поддержал. Потому что Яна, она большая, ну, действительно, большой и с большим характером человек, спортивный. Поэтому спасибо всем, кто её поддерживает сегодня. Меня гнетёт эта зловещая тишина. Хочется услышать Дмитрия Губерниева. Вы услышите маленькую рекламу. У вас проблемы с девушкой? Доверьте её Руслану Гончарову. Собственно говоря, почему Рудковская каталась не очень, действительно, не приплющенка будет сказано. Она показывала мне свою больную ногу. Очень нога беспокоит, но собралась, вышла. Тут уж не до улыбок. Почему, может быть, не так хорош был Гончаров? Да потому что у него украли документы. Верните документы Руслану Гончарову. Появится настроение. Заживёт нога у Яны. И тогда эта пара раскроется новыми красками. Посмотрите, она даже прыгает здесь с опаской. Хотя на самом деле на тренировках до этого злополучного падения она просто подпрыгивала до потолка. И, в общем, честно говоря, своды нашего дворца трещали. Благо, что голова у Яны всё-таки такая по-продюсерски железная. Так вот, здесь всё было очень неплохо. Поддержка замечательная совершенно. Как она не боится, потому что всё-таки Руслан нервничает, когда вот таким образом Приплющенко держит свою замечательную партнёршу. Но вместе с тем я хочу сказать о том, что у них многое получается. Вот сейчас, может быть, чуть корявенько, но зато какая страсть. Вы посмотрите, он не хочет её отпускать. Помните мультфильм про крота и жевательную резинку? Это, в частности, про них. Молодцы, я болею за вас, ребята. Дима, я только не понял, кто был крот, кто жевательная резинка. Это уже, Максим, совершенно неважно, потому что махан-махан фантазируйте, как говорят у нас в немецком кино. Да, дорогие друзья. Ну, я не знаю, как у нашего жюри с немецким, но с оценками, я думаю, хорошо. Итак, zusammen mit der Blitte. А вы знаете, Коля Басков получил бы приз на конкурсе «Сам шутю, сам смеюсь». Что у меня настроение хорошее? И там был бы вторым. После вас. Спасибо, Николай. Я не отвечаю на глупые репризы. Надо думать головой, а не ногами, Николай. У Тенаров никогда голова не работает. Правильно, потому что нам нужен резонатор. Правильно, потому что у вас там пусто. Вот именно поэтому начинает Елена Анатольевна Чайковская, уважаемые друзья. Итак, 5-5 Елена Чайковская ставит. Подальше от этих разборок Игорь Крутой. 5-0. Игорь Бобрин. 5-0. Два Николая начинает Басков. 6-0. Николай Цискоридзе. 5-5. Когда Плющенко оценивают Рудковскую, лавина сходит с Эвереста. 5-5. Молодец. Чувствую. Вместе будут ночевать ребята. Выпьем за это. Общая оценка 32,5 балла. Молодцы. Игорь, скажи, пожалуйста, почему оценка 5-0? Я вот не помню. Но ты уже ставил сегодня, да, 5-0 кому-то? Нет, это ошибка просто. Вам 6 там ставит. Вряд ли у меня вроде неплохо созрение. Нет, нет. Мне показалось, действительно, все было очень осторожное. Было катание практически такое ученическое. И я не знал всю предысторию, что там травмы. Просто мы видим конечный результат здесь. А может быть, я просто ничего не понимаю. Яна Рудковская и Руслан Гончаров. Ребята, забирайте подарки. Ну и мы посмотрим, кто сегодня покинет проект. Как говорит Гус Хидинг, мы вам еще покажем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!